Добрый день, коллеги! Меня зовут Евгений Кесарев, и мы с вами снова в прямом эфире. Это включение из студии Первого медицинского канала. Мы находимся в стенах экспо-центра на Красной Пресне. Здесь проходит ассамблея здоровья Москвы, 17-я ассамблея. И прямо сейчас у меня есть возможность в прямом эфире задать несколько вопросов и поговорить с моим гостем на данный момент, экспертом. Это Бордин Дмитрий Станиславович, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Спасибо большое, Дмитрий Станиславович, что уделили нам немного времени. В свете тем, которые здесь поднимаются, и вами в том числе, на вашем выступлении, хочется задать вопрос по гастроэнтерологии и связи ее с онкологией, потому что в последние годы эти вопросы наиболее актуальны для населения и планеты в целом, ну и России в том числе. Какие изменения в позитивную или не в позитивную сторону вы можете отметить за предыдущий год, поскольку ассамблея, подведение итогов, ну и, может быть, какой-то взгляд в будущее? Евгений, спасибо за вопрос. Действительно, мы живем в ситуации, когда онкологические заболевания начинают быть лидирующими в структуре смертности. Население стареет, и они доживают до своих онкологических заболеваний. Понятно, что в структуре онкологических заболеваний рак толстой кишки занимает второе место, и у мужчин и у женщин рак желудка – пятое место, и у мужчин и женщин в структуре онкологических заболеваний. И известно, что онкологические заболевания являются следствием длительного течения воспалительного процесса. Поэтому мы должны своевременно выявлять и лечить эти воспалительные процессы. Что касается рака толстой кишки, который у мужчин и женщин на втором месте, мы знаем, что наиболее эффективен скрининг и колоноскопия. Поэтому сейчас есть рекомендация, что в возрасте старше 45 лет нужно сделать первую колоноскопию, чтобы выявить те изменения в слизистой оболочке, которые в конечном итоге могут к раку и привести. Понижается возраст, да? Раньше говорили старше 50, сейчас рекомендуется старше 45 лет провести первую колоноскопию. Однако, если есть наследственный рак в семье, то эту колоноскопию нужно сделать еще раньше, за 10 лет до выявления рака у родственника, который заболел. Что касается рака желудка, здесь тоже произошли существенные изменения. С одной стороны, рак желудка, к сожалению, выявляется поздно в нашей стране, чаще всего на 4 стадии, когда радикально помочь больному невозможно, поэтому 5-летняя выживаемость не превышает 20%. А с чем связано такое позднее выявление? Ну, дело в том, что все протекает очень долго бессимптомно, а когда появляются симптомы и начинается диагностический поиск, как правило, уже запущенный процесс, когда операция и радикальная помощь больному становится невозможной. Это ведет к тому, что и выживаемость низкая. Но, с другой стороны, известно, что главным фактором риска рака желудка является геликобактерная инфекция. Геликобактер является причиной 90% раков желудка, то есть это, по сути дела, следствие инфекционного процесса, а значит, с этих позиций возможна профилактика. Поэтому сейчас есть такая установка, что если выявлена геликобактерная инфекция у человека, ему должна быть предложена эрадикация, то есть устранение инфекции. Это ведет к тому, что у него устраняется гастрит, который является фоном для возникновения рака, для возникновения язвенной болезни, для возникновения повреждений желудка, связанных с приемом нестероидных противоспалительных препаратов, кровотечением. Вот вчера здесь на ассамблее профессор Шабунин приводил статистику, что ежегодно около 4 тысяч человек в Москве поступают в хирургический стационар с кровотечениями. Львиная доля этих кровотечений связана как раз с геликобактерной инфекцией самой по себе, либо это приемность стероидных противоспалительных препаратов. И сейчас также установка, если планируется назначение НПВП, должна быть проведена диагностика геликобактерной инфекции, лечения от этой инфекции. Если вернуться к проблеме рака, то мы понимаем, что 90% рака в желудке связано с геликобактером, но из всех инфицированных геликобактерной инфекций заболевает 1-2%. Поэтому тут возникает такая проблема, как и курение на организационном уровне. Поэтому доказательств экономической эффективности массовой эрадикации нет, там масса проблем, повышение потребления антибиотиков. Но вот такое аппаратистическое лечение, то есть пришел человек, выявлена инфекция, ему должна быть предложена эрадикация. Это профилактика ряда проблем, включая и рак желудка. В Юго-Восточной Азии по этому пути идут. В Японии с 2013 года страховые компании оплачивают эрадикацию у больных с геликобактером и гастритом. В результате уже за небольшое количество лет они видят тенденцию к существенному снижению заболеваемости раком желудка, который вообще у них на первом месте в структуре онкологии был. А у нас входит это в ОМС? Что именно? Лечение геликобактерной инфекцией? Вы же знаете, что обязательное медицинское страхование оплачивает препараты только льготным категориям граждан, и люди сами должны приобретать соответствующие препараты. При этом важно, чтобы были правильные схемы лечения. Мы обучаем наших врачей, мы говорим о том, что, к сожалению, ранее были эффективны 7-дневные 3-компонентные схемы, сейчас, к сожалению, они не работают, и мы вынуждены назначать 14-дневные схемы, включающие 4 препарата. Только так мы можем обеспечить эффективность лечения порядка 90%. И ещё одной важной проблемой является доступность методов диагностики. Наилучшим методом диагностики геликобактерной инфекции является 13-со-разный дыхательный тест, неинвазивный метод диагностики, как для первичной диагностики, так и для контроля эффективности лечения. Мы сейчас работаем с департаментом и фондом ОМС над тем, чтобы этот тест был внесён в систему ОМС, пока это не так. Это крайне важно. Мы лечим инфекционные заболевания, мы должны провести через 30 дней после завершения лечения тест, который докажет, что мы добились результата устранения этой инфекции. И мы иначе зачем антибиотики давали? Ну и для врача важна обратная связь, что он использует правильные схемы для лечения, и на его когорте пациентов эти схемы работают. Либо нет, либо он понимает, что он даёт неправильную схему, у него есть обратная связь, что нужно корректировать реальную клиническую практику. В этом плане, вот сейчас мы выпустили алгоритмы департамента здравоохранения города Москвы, и там для первичного звена как раз рекомендованы схемы лечения геликобактерной инфекции. Две схемы, 14-дневные, которые наиболее эффективны, как терапия перволения. Просьба врачей придерживаться именно этих рекомендаций и не вносить никакие свои изменения в схемы терапии, ибо это ведёт к формированию резистентности микрофлоры и неэффективности лечения. Продолжение следует...